Добрый день! Сегодня головоломка попроще. Это Shape Mode 2х2 от компании YoungJune или YJ. Называется Elephant. Слон. Слонник 2х2. Вообще, ко мне сегодня приехали две головоломки. Вот такая вот, MamaCube и слоник. Ну, по этому понятно, почему мы его пока не обсуждаем. Сходу не собрался, надо покрутить. Но со слоником такой проблемы нет. Головоломка не новая, наверное, но мне раньше не попадалось. На зоне встретил и купил. А бывает розовый, бывает голубенький. Вот они два нарисованы. Когда мои дети были помладше, я укладывал их спать. Я им говорил, спокойной ночи, пусть тебе приснятся розовые слоники. Ну и грех было пропустить именно такую форму кубика 2х2. Слонник достаточно крупный. Есть у меня тут глазки. Небольшой хобот. Видимо, совсем маленький слоник. Ушки. И такой вот поросячий хвостик. Сзади можно, конечно, за поросенкой принять. Здесь более плоская поверхность, нижняя. Здесь такой весь выпуклый. Из этой же серии был куб домик. Тоже розовый. И главное отличие в том, что у домика есть похожие элементы. То есть вот нижние кубики, они вообще по диагонали одинаковые. Эти зеркальные. У слоника же все детальки уникальны. В основном на каждом элементе, а здесь всего 8 углов. Это же кубик 2х2. 8 углов. На каждом элементе есть какой-то элемент. Здесь есть ухо. И здесь есть ухо. Элементы зеркальные. Друг с другом не перепутаешь. Здесь есть вот глаз и нога с хоботом. И тут. Здесь нога есть. Здесь есть хвостик. А здесь вот единственный. На нем ничего нет. Просто треугольный такой элемент полукруглый. А раз нет одинаковых, значит нет и псевдопаритетов. Перед тем, как перемешать, внимательно посмотрим, как оно что должно быть. Низ понятно. Плоская часть с нее начнем. Вот ухо, где есть элемент, должен более горизонтальным быть. То есть мы можем поставить вертикально. Вот так вот. Это неправильное положение. Вот горизонтальное хорошо. Ну и ухо должно быть пониже. С этим так же. Хвостик. Вот он так вот закручен. Дет сначала вниз, потом вверх, влево. Значит в таком состоянии нужно его и собирать. Ну а это уже как получится. На фоне остальных соберем как-нибудь. При перемешивании форм будет, конечно, менять. Это же слоник. Розовый. Ну как-нибудь соберем. Естественно, было бы неплохо перед сборкой слоника уметь собирать кубик Рубика 2х2. Когда-нибудь я сделаю отдельное обучение именно по слонику. Со всеми лайфхаками, какие здесь доступны. Сейчас же соберем просто в лоб. Я его собрал всего два раза. Пока ничего особого не выводил. Просто как 2х2. Ну, начнем с чего-нибудь. Проще всего, наверное, начинать с хобота. Почему? Потому что ножки, их можно с двух сторон правильно поставить. Вот они так хорошо стоят. И сейчас еще с другой стороны поставлю. И вот так вот хорошо стоят. Друг другу по форме подходят. Какое из этих положений правильное, если заранее не знать, ну или не запоминать, определить трудно. А с хоботом все понятно. Можем их как-то интуитивно рядом поставить. Вот. И вот у нас начало отчета. Мордочка есть, хобот, две ножки. И вот сюда, рядом с этим элементом, поставим какой-нибудь нижний. Ну, получилось, что сразу два поставились. Давайте мы делаем как-нибудь иначе. Вот поставим какую-то одну ногу. И видим, что по форме не подходит. Значит, нога не та. Да, ну, плоская вниз. Значит, ориентированно правильно. Значит, просто нужно другую ногу. Поставим вот так. Плоская не там. Значит, надо развернуть. Ну вот. Пока даже без пиф-пафов. Ну, пиф-паф тоже можно делать. Вот оставшийся четвертый элемент. Нижнего слоя. Там, где ноги. Ну, плоская часть вверх. Так, как будто белая на кубике Рубика. Можно сделать три пиф-пафа. Ну, либо делать пиф-паф до тех пор, пока не соберется, если не хочется думать. Один пиф-паф. Второй. Третий. И вот у нас половина слоника готова. Четыре ноги. Хобот. Два глаза. Дальше. Ну, наверное, есть смысл развернуть элементы так, чтобы было похоже. Труднее всего вот с этими элементами. Потому что кажется, что они стоят уже хорошо. Если мы их куда-то подгоним к нужной части слона. Выглядит, что вообще прекрасно. Но, если присмотреться, сбоку есть вот какой-то выступ. Здесь тоже есть. Ну, и мы понимаем, что хвостик у нас был все-таки не так. Да, надо его какое-то более вот такое положение ставить. Вниз и потом вверх. В левую сторону. То есть, вот эти элементы ориентированы оба неправильно. Вот этот, наверное, вот так должен стоять. Ну, вернемся к ним позже. То есть, два развернуты неверно. Ну, и вот эти два тоже точно развернуты неверно. Они точно не должны стоять вертикально. Мы получаем такую неприятную ситуацию, когда все четыре верхних угла неправильно ориентированы. На кубике рубика 2х2 примерно вот так вот выглядит. Либо может быть другая ситуация. Вот такая вот. Глаза напротив. Ну, мы можем, конечно, взять и сделать фронт и три пиф-пафа. И тогда два развернутся. Как минимум два, а может и четыре. Давайте попробуем. Такие нам нужно развернуть. Ну, вот эти точно надо разворачивать. Делаем переднее движение. Движение передней гранью. И три пиф-пафа. Один. Второй. Третий. Что получаем? Ну, вот. Два развернулись правильно. Да. Очень похоже. Правильное расположение ушей. А два неправильно. Ну, теперь, когда у нас есть хоть что-то правильное, мы можем на него ориентироваться и разворачивать остальное. Вместо этой комбинации можно было сделать какую-нибудь. Такую вот. Вот, чтобы хоть что-то развернулось. Ну, из кубика 3х3. Палку, галку. Что-нибудь. Я потом придумаю, как делать так, чтобы всегда что-то получалось. Из любого положения. Мало того, что они развернулись хорошо, так они еще относительно друг друга стоят правильно. Поэтому оставим их на месте. А вот эти будем разворачивать. Ножки слоника возьмем вправо. И будем делать пиф-пафы, пока вот этот элемент не станет совпадать по форме вот с этим ухом. Делаем два пиф-пафа. Один. Второй. И посмотрим. Не совпадает. Знаешь, еще два. Один. Второй. А теперь совпадает. Мы сделали четыре пиф-пафа. А должно быть кратно шести. То есть на следующем уголке мы должны сделать два. Если бы здесь было два, там бы сделали четыре. Ну, здесь два осталось. Один. Второй. Ну, и получилось так, что у нас все элементы встали на свои места. То есть последний этап делать не пришлось. Но бывает и не так. Бывает такое, что все развернуто правильно. Но вот что-то нужно переставить. Здесь мы видим, что вот эти два элемента стоят хорошо. А вот эти надо переставить. А могут и все четыре стоять в разнобой, хотя и повернуты правильно. И как определить, что они правильно повернуты? Можем подвернуть вот так вот. И видим, что здесь по форме все совпадает. Можно убедиться, что хвостик стоит правильно. Найти его положение. Ну, видимо, где-то в задней части слоника. Стоит хорошо. Ну, а значит, если мы просто поменяем местами два вот этих элемента, то слоник-то и соберется. Но если надо по диагонали поменять, можем использовать формулу копье, либо сделать алгоритм, представляющий два рядом дважды. Для этого можно делать либо Теперм, либо алгоритм из мета для начинающих. Я сделаю Теперм. Так, остается довернуть. Вот такой вот забавный слоник. Он, конечно, сложнее, чем кубик Рубика 2х2, но немножко так поупражнявшись, можно его и собрать. Оптимальную траекторию сборки когда-нибудь придумаю. А на этом пока все. Всем спасибо. Всем пока. И пусть вам приснятся розовые слоники. Субтитры создавал DimaTorzok